Всем привет! Меня зовут Саша Митрошина и за прошлый год я заработала 28 миллионов рублей. Мой максимальный заработок за месяц составил примерно 6 миллионов рублей и свой первый миллион в месяц я заработала в апреле 2018 года. В этом видео я собираюсь рассказать вам, из чего складывается мой заработок, как я перешла от найма к бизнесу, как я начала свою карьеру. И в конце я дам несколько советов тем людям, кто хочет также увеличить свой доход. Свои первые деньги я заработала на соревнованиях по карате в 16-17 лет. Я участвовала в соревнованиях, активно занималась спортом и меня периодически приглашали помочь судействам. Платили 300-500 рублей за день. Это было не особо выгодно, потому что надо было реально целый день работать. И плюс это даже не отбивало стоимость участия в соревнованиях. Но все равно было приятно, я старалась зарабатывать хоть какие-то деньги. Свою первую настоящую работу я нашла в 17 лет, 1 сентября 2011 года. Я поступила на первый курс журфак МГУ. Об этом, кстати, в прошлом видео. И меня взяли работать в районную газету, в том районе, где я жила на тот момент. Я писала статьи про жизнь района, какие-то новости, интервью брала. Мне платили полторы, две, три иногда тысячи за статью. Это стало отличным дополнением к моей стипендии. Она была 3000 рублей в месяц. Я писала несколько статей в месяц, штуки 4 или 5. И мне это очень нравилось. Я постепенно училась писать. И в целом работа была интересной. На втором курсе, когда мне было 18 лет, я начала работать детским тренером по карате. Устроилась в школу и стала тренировать детей. Сначала у меня была совсем небольшая группа. Через год у меня было уже 2 или 3 группы. В каждой было примерно по 20 человек. В зависимости от количества группы, мне платили какую-то зарплату. Обычно выходило в районе 20 или 30 тысяч рублей в месяц. Сейчас я не помню, но это были уже деньги. Короткое отступление. Я занималась карате с 13 лет. Стиль штакан. К тому моменту я была уже кандидатом в мастера спорта. И у меня был черный пояс. Я регулярно ездила на соревнования. И, в принципе, с этим была связана моя жизнь. Поэтому тренерство вписалось в нее очень даже органично. В начале третьего курса журфака, когда мне было 19 лет, я стала активно искать работу по специальности. Мне хотелось заниматься журналистикой. Я сидела на разных сайтах с вакансиями, мониторила объявления, постоянно отправляла резюме, делала тестовые задания. И меня взяли писать статьи на сайт 4pda.ru. Это сайт про гаджеты, один из самых популярных. Мое первое задание было снять распаковку айфона 5s. Он тогда только-только вышел. И я до сих пор помню, как мы это делали. Я еще тогда больше стеснялась камеры, чем сейчас. То есть я увидела объявление в группе ВКонтакте, в которой публиковались различные вакансии для журналистов. Там надо было прислать свое резюме и образец своего текста. Я быстро написала образец своего текста, и мне прислали тестовое задание. Я его выполнила. И мне сказали, что супер, можешь приступать. Это была не работа в штате, это был фриланс. То есть мне давали какой-то гаджет на тест. Я его тестировала неделю и писала текст о нем, о его функциях, о том, насколько он хороший или плохой. Я сильно увлекалась техникой, поэтому эта работа мне тоже очень сильно нравилась. На 4pda оплата была познаковой. То есть сколько ты написал, столько тебе и заплатили. У меня ставка была примерно 300 рублей за 1000 знаков. Соответственно, за каждый обзор я получала где-то от 2 до 3,5 тысяч рублей. Иногда выходило больше. Сразу забегу вперед и скажу, что я занималась этим 4 года. Постепенно я начала писать и для других изданий, для хай-тек Мейл.ру, для Чоза Сайта, для Лайф Ньюз и для нескольких других СМИ. Я начала ездить в командировки, связанные с гаджетом. Мне давали все больше гаджетов на тест. И в целом я развивалась в этой сфере довольно продуктивно. После третьего курса журфака мне только-только исполнилось 20 лет. И я попала на стажировку на радио Москва-ФМ. Там я после месяца стажировки смогла остаться. Об этом я тоже рассказывала подробно в предыдущем видео про журфак. Посмотрите, кому интересно. И спустя полгода меня взяли в штат. Сперва я работала продюсером двух программ. И потом еще через год меня взяли работать ведущие программы про автомобили. Я была оформлена на полставки. Не работала каждый день. И мне платили примерно 20 тысяч рублей в месяц. На Москва-ФМ я проработала чуть больше трех лет. Переносимся немного вперед. Я заканчиваю журфак. Поступаю в магистратуру высшей школы экономики. Заканчиваю тренировать. Но продолжаю всю свою журналистскую деятельность. Работаю ведущей, продюсером. Пишу обзоры на гаджеты. Летаю в командировки. И параллельно развиваю свой блог. К концу магистратуры в 2017 году в моем блоге было уже 100 тысяч подписчиков. Во время работы с журналисткой у меня в месяц получалось заработать примерно 40, максимум 50 тысяч рублей. Впрочем, мне как студентке этого вполне хватало. Хотя я понимала, что в будущем я хочу зарабатывать гораздо больше. О том, как я начала продавать рекламу в своем блоге, я рассказала в своем первом видео. О том, как я привлекла к своему блогу миллион подписчиков. Если вкратце, то свою первую рекламу я продала за 300 рублей, опять-таки, в 2017 году. И постепенно с ростом подписчиков стоимость моей рекламы росла. И я постепенно начинала зарабатывать все больше и больше. Летом 2017 года, после окончания магистратуры, я вместе со своей подругой Сашей Кетовой запускаю курс Инсталогия. Сейчас я из него уже вышла, но он продолжает действовать. В первый поток мы набрали 60 или 70 человек. Стоимость тогда была 2000 рублей. Естественно, мы заработали достаточно много денег по нашим меркам. Очень сильно радовались и продолжили развивать этот проект. Мы уменьшили количество групп, уменьшили количество учеников. Постепенно поднимали стоимость, улучшали лекции, добавляли что-то новое. Например, добавляли вебинары, разборы профиля, приглашали других специалистов. В общем, этот проект на протяжении полутора лет, который я в нем проработала, рос и развивался. И, соответственно, прибыль тоже росла. После запуска Инсталогии и после того, как я начинаю уже прилично зарабатывать на своей рекламе, я увольняюсь с радио. Это произошло осенью 2017 года. На тот момент у меня было примерно 200 тысяч подписчиков, и мой заработок составлял примерно 200-300 тысяч рублей в месяц. Примерно 150 тысяч я получала от Инсталогии и примерно 150 тысяч я получала от рекламы. Конечно же, это уже ничто ни в какое сравнение с 20 тысячами за работу на радио или с 2 тысячами за статью про гаджет. Не то, чтобы мне не нравилась та работа. Нет, я очень сильно любила радио, и также я любила гаджеты, и в целом журналистика мне нравилась. Но она оплачивается реально низко. По сравнению с блогерством не идет ни в какое сравнение. Плюс блогерство предполагает большую степень свободы. Тебе никто не диктует, что писать. Ты сам себе начальник, ты сам себе редактор. И для меня это тоже оказалось очень ценным. Я стала раскрываться в блоге гораздо больше, чем я раскрывалась, будучи журналисткой. Мои тексты становились лучше. Я выбирала более интересные мне темы. Поэтому выбор между журналистикой и блогерством довольно быстро стал весьма очевидным. Я выбрала блогерство. Подпишитесь, конец видео. Йоу пока. Тот какашка. Не надо мне вот этого. Все, давай, вот положить, положи, я сказала. Во время работы в журналистике, а суммарно я проработала там 6 лет на разных должностях, я получила, наверное, самое бесценное. Это опыт. Я много писала, я много общалась с людьми. То есть, когда ты работаешь продюсером, тебе постоянно надо звонить незнакомым людям и чего-то от них, ну, не требовать, но чего-то ты от них хочешь. Соответственно, я прокачивала свои навыки в коммуникации, прокачивала свои навыки в написании текстов. Во время работы на радио я стала лучше говорить. Я перестала стесняться аудитории. Мне стало легче вести блог и снимать сториз. То есть, в совокупности, все это дало мне отличный старт. Что вы видите и что на самом деле. После увольнения с Москва-ФМ я начинаю проводить свои консультации по Инстаграму. Впрочем, довольно быстро я от этого устаю. За одну консультацию я зарабатывала 4-5 тысяч рублей, но сил она отнимала довольно много. В первую очередь потому, что мне приходилось много раз повторять одно и то же разным людям. То есть, основы продвижения в Инстаграме. Каждый раз приходилось говорить это каждому человеку, который покупал у меня консультацию. Поэтому весной 2018 года, год назад, я провожу свой первый вебинар про рекламу в Инстаграме. Тогда я еще не строила никаких особенных планов. И я не знала, что это выльется в масштабный проект, который будет приносить мне не один миллион ежемесячно. Тогда я просто решила провести вебинар, чтобы те люди, которые у меня покупают консультацию, смогли его посмотреть и быть более подготовленным к консультации со мной. То есть, это был такой способ донести мои знания до большого количества людей. Я выложила анонс в своем профиле, написала о том, что будет на этом вебинаре, подготовила презентацию, несколько раз все отрепетировала и на этот вебинар записалось 150 человек. Тогда я еще отправляла всем счета вручную. То есть, человек писал мне на почту, типа, хочу записаться на вебинар. Я ему писала, хорошо, спасибо, вот ваш счет. Он присылал мне квитанцию об оплате, я вносила его в список. В общем, все администрирование я делала сама. И это занимало у меня просто кучу времени. Но вебинар прошел отлично. Еще 150 человек купили его после того, как он закончился. Стоимость была 1000 рублей. Соответственно, заработала я на этом первом вебинаре 300 тысяч рублей. То есть, разница с личным консультированием была очевидна. Я могла одновременно научить сразу много людей, при этом затратив на это меньше времени. Такое получилось масштабирование. Параллельно я продолжаю продавать рекламу в своем инстаграме и продвигать свой блог. Стоимость рекламы растет. Моя репутация среди рекламодателей улучшается. И я получаю довольно-таки большой стабильный доход. Сейчас я не помню точно, сколько именно у меня выходило в месяц именно с рекламы тогда. Но в профиле пост я продавала примерно за 25 тысяч рублей. В сторис делала за 10-15 тысяч рублей. Сейчас реклама у меня в сторис стоит 50 тысяч рублей, а в профиле 200 тысяч рублей. Но я практически ее не делаю, потому что зарабатываю на других своих бизнес-проектах. Я стала проводить по вебинару раз в месяц. Выбирала какую-то актуальную тему по инстаграму, готовилась, анонсировала его и потом продавала также запись. В какой-то момент я наняла администратора, наняла дизайнера. Мы сделали хороший сайт. Потом я его дорабатывала, добавляла автоматизацию. В общем, постепенно в течение 2018 года я все улучшала его и улучшала, и проводила новые вебинары. С каждым проведенным вебинаром моя репутация как лектора укреплялась, и мои продажи росли. У меня было много хороших отзывов. К каждому вебинару я тщательно готовилась и старалась превзойти себя в прошлом. И когда ты делаешь хороший продукт, который действительно помогает людям, у которого ценность значительно превосходит его цену, отдача не заставляет себя ждать. К концу 2018 года я заметила, что из-за высокого уровня доверия к моему продукту, даже в месяцы, когда я не провожу новых вебинаров, не провожу никаких акций, то есть никаким образом не стимулирую продажи, эти самые продажи все равно высокие. То есть у меня было несколько месяцев, когда я не анонсировала никаких новых вебинаров и никак, по сути, не рекламировала свой сайт, и все равно продажи там держались на уровне миллион-полтора миллиона. Это круто! Я поняла, что я сама того не ожидала, создала себе хороший проект, который приносит мне прибыль, у которого хорошая репутация, в который я постоянно вкладываюсь, постоянно его улучшаю, и, в принципе, я понимаю, что делать дальше, чтобы он продолжал развиваться. Так что мои инфопродукты, мои вебинары – это, по сути, мой любимый проект, который приносит мне основной доход. Я чувствую улучшение моей репутации также через то, что места на новые вебинары раскупают просто моментально. Когда я анонсирую новый вебинар, я ставлю обычно лимит мест – примерно полторы тысячи, потому что, по моему опыту, если больше людей в прямом эфире, с этим уже достаточно сложно работать. И эти полторы тысячи мест обычно раскупают меньше, чем за сутки. Соответственно, в самые лучшие месяцы, когда я провожу новый вебинар, когда я провожу акции по продаже старых вебинаров, я только на них могу зарабатывать 4 или 5 миллионов рублей. Летом 2018 года я начинаю проводить свои гивы и марафоны. Это один из способов рекламы. Когда ты собираешь спонсоров, они платят тебе деньги, а ты проводишь какой-то конкурс, по условиям которого твои подписчики должны подписаться на этих спонсоров, чтобы либо получить бесплатное участие в марафоне, либо получить доступ к розыгрышу какого-то приза. По сути, это та же реклама. Это возможность для спонсоров засветиться у блогера, получить новую аудиторию и повысить свою популярность. Сначала я проводила только свои гивы. Первый мне принес, по-моему, 500 тысяч рублей. Затем я стала заниматься организацией гивов других блогеров. И это оказалось тоже достаточно прибыльным. В самые лучшие месяцы я зарабатывала по несколько миллионов именно на гивах. На что я трачу свои деньги, задают мне вопрос многие читатели. На самом деле, потратить всегда есть на что, несмотря на то, что суммы достаточно большие. В первую очередь, всегда можно не заморачивать и вбухать все в развитии своего блога. Тут нет никаких границ и нет никаких пределов. То есть спокойно можно вкладывать хоть несколько миллионов в месяц и расти за счет этого. Но я ограничиваю себя. Я вкладываю в продвижение блога 500-600 тысяч в месяц. Это реклама, таргет, гивы и так далее. Какие-то вопросы подготовки контента. Я всегда хотела помогать родителям. И как только у меня появилась такая возможность, естественно, я начала это делать. В прошлом году мы построили дом. Сейчас он уже готов. В этом году я бы хотела купить им квартиру. Да, кстати, путешествия – это еще одна очень большая статья расходов, потому что в последнее время я путешествую достаточно дорого. И, наконец, я трачу деньги просто на уровень своей жизни. Я покупаю себе брендовые вещи, хорошую технику, езжу на такси бизнес-класса, ем в ресторанах. То есть все, что позволяет мне чувствовать себя комфортно и жить такой жизнью, какой я хочу жить. Итак, вернемся к началу. Это видео называется «Как я заработала свой первый миллион в 23 года». Повторюсь еще раз, это произошло в прошлом апреле, в апреле 2018 года, примерно год назад. Из чего складывался этот миллион? Из моего первого вебинара, из денег за рекламу и из инсталогии, которой я тогда еще занималась. Упс, кажется, у меня удалился кусок видео, поэтому мне сейчас придется пересказать его быстренько вам в двух словах. В общем, в конце 2018 года я запускаю бот для покупки рекламы у блогеров в Телеграме. Он называется «Easy PR Bot». Я просто оставлю здесь название и ссылку в описании видео. Также в конце 2018 года мы вместе с моим напарником по тренировкам, Димой Путылиным, запускаем школу «Точный фитнес». Сперва продажи видео были не такие большие, но они постепенно растут, мы постепенно развиваем курс. Мы уже выпустили две программы тренировок, на подходе третья, и мы планируем продолжать их снимать снова и снова. Также в начале 2019 года я запустила свой магазин одежды «Митрошный шоп». Там продается одежда моего производства. Также я вот-вот выпущу курс, который будет посвящен созданию красивой фотографии и созданию визуала для магазинов и личных блогов в Инстаграме. Плюс я написала книгу, и скоро она выходит в печать. Собственно, из всех этих проектов и складывается мой доход. Надеюсь, что это видео расставило все по своим местам, и вы поняли, как же я заработала тот миллион, и как я продолжаю зарабатывать сейчас. Когда я говорю о миллионе или о 6 миллионах в месяц, речь идет о чистой прибыли. То есть мне приходят деньги уже без учета призов за гивы, без учета каких-то издержек. Единственное, что я делаю, это плачу налоги. Я использую две системы налогообложения. Упрощенную систему налогообложения 6% и патентную систему налогообложения, когда ты платишь просто фиксированную сумму, и тебе не надо отчитываться ни за что, и не надо платить никакой процент. По ОСН я плачу за гивы, за рекламу, а по патенту я плачу за курсы и за вебинары. Я сняла это видео, чтобы показать вам весь мой путь. От студентки журфака, которая пишет статьи за полторы тысячи и получает стипендию 3000 рублей, до блогера-миллионника, у которого несколько бизнес-проектов, и есть возможность путешествовать по всему миру, покупать недвижимость, и в целом жить достаточно хорошо. Я не считаю себя специалистом в области заработка или специалистом по психологии денег, но думаю, я могу дать вам несколько советов. Начните с того, что избавьтесь от популярного заблуждения, что денег мало, что заработать очень сложно, что возможностей нет, и что все ниши заработка уже заняты. Это не так. Денег в мире очень много, возможностей перед нами очень много. Мы просто часто их банально, но не видим. Я не понимала всего потенциала своих проектов, пока не начинала ими заниматься. Соответственно, следующий совет – это просто пробуйте что-то делать, пробуйте новое. Тестируйте идеи, причем делайте это быстро. Не надо брать какую-то идею, сидеть с ней несколько лет в подготовке, в каких-то мыслях и мечтах о том, как же ты ее воплатишь в жизнь, и все будет круто. Есть огромная вероятность, что эта идея у вас вообще не пойдет, потому что большая часть бизнесов, она прогорает, и большая часть бизнес-идей не срабатывает. Соответственно, ваша задача – это попробовать максимальное количество всего, чтобы найти то, что вам подойдет и то, что будет приносить вам прибыль. Так что тестируйте идеи быстро. Например, от момента моей идеи завести YouTube-канал до первого видео прошли сутки. Практически все время, когда я училась на журфаке, я была очень сильно открыта новому. Если мне предлагали любую стажировку, любую подработку, вообще чем-то позаниматься, я всегда говорила «да, супер, я за». Именно таким образом я нашла то, что меня действительно увлекает, и нашла много мест, где я работала, много подработок, и в целом поняла вообще, что я за человек и чем я могу заниматься. Так что не закрывайтесь, пробуйте новое, говорите «да» возможностям, которые к вам приходят, и таким образом вы, скорее всего, сможете раскрыть свой потенциал, свой потенциал. И последнее, что я хочу сказать. Впитывайте информацию из окружающего мира. Не останавливайтесь в своем образовании после того, как вы закончили школу или университет. Продолжайте обучение, продолжайте читать книги, подписывайтесь на блоги по той тематике, которая вам интересует. На самом деле, банальная подписка на бизнес-блогера способна дать вам огромный пинок для вашей жизни. Так что никогда не останавливайтесь. Учитесь. Учиться – это хорошо. Я не говорю о том, что бизнес подходит для всех. Нет. Многим людям подходит работа по найму. Она стабильнее, она понятнее. На ней работать легче. Ну, не всегда, но все равно. Для кого-то на ней работать легче. Но в любом случае, если вы чувствуете, что вам хочется попробовать, сделайте это. Я почему-то в детстве думала, что бизнесмены – такие специальные люди, которые от рождения одарены какой-то предпринимательской жилкой. И что я не такая, что я там никогда не продавала ничего в детстве никому, что у меня не было никаких бизнес-проектов в студенчестве. Мне казалось, что это просто не мое. Но по факту бизнесу можно точно так же научиться, как и любому другому делу. Так что не думайте, что это врожденное. Это исключительно вопрос практики и вопрос того, насколько вы стараетесь. На этом все. Надеюсь, что видео вам было полезным. Если оно вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, ему лайк. И подпишитесь на мой канал. Скоро выйдет новое видео. С вами была Саша Митрошина. До новых встреч!